На днях глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл заявил, что Иисус Христос не осуждал смертную казнь, а Библия допускает убийство. Также он уверен, что если человек опасен для общества и его невозможно никак изолировать, тогда его нужно убрать. Об этом глава РПЦ заявил на встрече с российскими оккупантами, которые вернулись с войны в Украине. Что означают такие слова Кирилла? Действительно ли церковь одобряет смертную казнь, как за годы войны? РПЦ подменила христианские ценности в пользу путинской диктатуры. Доктор философских наук, профессор университетского колледжа Стокгольма Кирилл Говорун обо всем этом рассказал в интервью моей коллеге Анастасии Мазур. Посмотрите далее. Вы наверняка слышали или читали эту речь Кирилла Гундяева, но все-таки я приведу вам несколько цитат, и мы обсудим. Первое. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам был незаконно подвергнут смертной казни. Апостолы не стали называть такую меру наказанием грехом. Все ли верно, говорит российский патриарх Кирилл? Ну, технически говоря, конечно, Христос не осуждал смертную казнь как таковую, и апостолы этого не делали. Но это совершенно не отменяет того, что смертная казнь неприемлема с христианской точки зрения. И противоречит учению христианства, учению самого Христа заповедям Божьим. Ну, и первое, одно из самых главных заповедей Божьих – не убей. Вот. И поэтому, конечно же, слова патриарха Кирилла противоречат самим основам христианства. Исторически было такое, что в христианских государствах, в христианских обществах практиковали смертную казнь. Но всё же таки церковь как бы это терпела, но не пыталась оправдать, найти богословского оправдания этой, или библейского оправдания этой смертной казни. То, что пытается делать патриарх Кирилл, это и противоречит самому христианству, противоречит христианскому богословию, и, конечно же, не может иметь богословского оправдания, которое он пытается найти. Вот вы говорите «противоречит», а он говорит опять цитата «Церковь никогда смертной казни не осуждала, если она осуществлялась по закону, но, конечно, нигде и не приветствовала». Как тут разобраться, не осуждала или не приветствовала? Если это противоречит основам христианства, зачем Кирилл это транслирует? Ну, это он транслирует, потому что, очевидно, что есть заказ со стороны Кремля. Очевидно, что Кремль пытается изучить общественное мнение в России по поводу возможности возвращения смертной казни. Вот, и Церковь помогает в этом Кремлю. Вот, и можно сказать, что это такой тест для общественного мнения в России, но это на самом деле тест и для, скажем, церквей, христианских сообществ за пределами России. И мы уже видели, конечно, реакцию негативную со стороны церквей, со стороны богословов по поводу этого заявления патриарха Кирилла, однозначно осуждающие это заявление. Вот, и если даже посмотреть на социальную доктрину самой русской православной церкви, которая была принята по инициативе тогда еще митрополита Кирилла, до того, как он был еще патриархом, то, безусловно, мы там не можем найти оправдание смертной казни. И, наоборот, там, в общем-то, утверждается в этой доктрине, которая была принята еще в 2000 году, утверждается ценность человеческой жизни. Но сейчас мы видим отступление от собственной доктрины русской православной церкви, от того, что патриарх Кирилл когда-то сам учил, когда-то сам проповедовал и продвигал. Мы видим очень большую разницу между тем, о чем он говорил 25 лет назад, и тем, что он говорит сейчас. Мы можем говорить даже, что это как будто два разных человека. И могу сказать, что это еще можно объяснить таким образом, что объяснить контекстом войны. На самом деле заявление патриарха Кирилла о возможности допустимости смертной казни – это меньший абсурд, чем поддержка русской православной церковью и лично патриархом Кириллом войны, массовых убийств мирных граждан, граждан Украины в данном случае. И если церковь, русская православная церковь, допускает возможность таких убийств и пытается найти какие-то даже богословские оправдания, помните, были заявления патриарха Кирилла о том, что российские солдаты, гибнущие на поле брани, они чуть ли не сразу идут в рай. Священная война и вся эта история. А потом риторика священной войны. То есть были различные попытки найти богословские религиозные оправдания для этой войны. Если такие попытки были по поводу войны, то чему удивляться, если они осуществляются по поводу смертной казни. То есть это лишь как бы малый эпизод, небольшой эпизод большого процесса оправдания войны, как некой священной войны. И это эпизод той тенденции, когда человеческая жизнь утратила ценность. Очевидно, что лично для патриарха Кирилла человеческая жизнь больше не представляет никакой ценности. За одним исключением. Это его собственная жизнь. То есть его собственная жизнь является абсолютной ценностью для него. А жизнь других людей уже не имеет никакой ценности. Будь это украинские граждане мирные, будь это приговорённые каким-то мерам наказания граждане Российской Федерации, человеческая жизнь больше для него не имеет значения. Это просто вот эти его заявления в очередной раз это демонстрируют. И очевидно же, что эти все тезисы были брошены не просто так и сказаны на встрече с участниками так называемой СВО. Очевидно, что там никаких сюрпризов не могло быть. Всё это подготовлено заранее. И вы верно говорите, что очевидно, это какое-то прощупывание общества. То есть можем ли мы предположить, что если вдруг в Кремле Путин захочет вернуть в Россию смертную казнь, РПЦ это поддержит и для людей, для своих прихожан, для российского общества, аргументирует? Да, церковь поддержит, очевидно, в лице патриарха Кирилла, конечно. Остальная церковь, даже если она не будет с этим согласна, будет молчать, как она молчит по поводу войны. И я знаю, что, конечно же, среди епископов, священников Русской Православной Церкви в России есть много несогласных с высказыванием патриарха Кирилла, но не все молчат, они все боятся что-то сказать против. Поэтому можно говорить, да, что в лице устами патриарха, патриарха Кирилла, церковь поддержит эту инициативу, но мы имеем дело с тем, что церковь выдвигает эту инициативу, она идет впереди Кремля. И это характерно для роли церкви, которую она сама себе усвоила, и в войне. Действительно, в прошлом много было случаев, когда церкви поддерживали пассивно, пассивно, может быть, иногда даже активно, войну, диктатуры и прочее. Но в большинстве случаев церковь все-таки вела себя больше пассивно, и если мы сравним это с поездом, где есть локомотивы, есть вагоны, которые пристегиваются, присоединяются к этому поезду, то церковь была одним из таких последних вагонов, который следовал за локомотивом, локомотивом всегда было государство, какой-то диктатор или какой-то режим, то в случае с современной Россией и ее войной против Украины, мы имеем дело с тем, что церковь выступает в качестве локомотива. Часто ведь сам, например, тезис о возможности войны с Украиной был впервые высказан одним из главных спикеров Русской Православной Церкви еще даже до аннексии Крыма, протереем Всеволодом Чаплиным, который в то время был спикером Русской Православной Церкви, спикером лично патриарха Кирилла. Потом тезис о священной войне был высказан им же по поводу операции российских войск на территории Сирии. Это тоже первая институция, скажем, инстанция в России, которая озвучивала эту риторику, это была именно церковь. И сейчас церковь оказывается тоже первой институцией, которая озвучивает возможность смертной казни. То есть церковь выступает в таком проактивном качестве локомотива процессов, очень негативных убийственных процессов, которые происходят в России. Это, конечно, очень печальное явление. А для чего это церкви? Какая выгода церкви, РПЦ в целом, Кириллу Гундяеву в частности? Ну, лично для него, конечно, интерес в том, чтобы показывать свою нужность, полезность Кремлю. Он тем самым демонстрирует, что он заодно с Кремлем, и более того, он готов даже делать больше, чем Кремль этого просит. Так было часто и по-прежнему остаётся такая тенденция. Патриарх считает, что он приносит какое-то благо России, и что он может принести больше пользы России, чем даже Кремль. И в этом его, это объясняет его проактивность, когда он иногда забегает вперёд, когда, как говорят, впереди батьки в пекло бежит. Вот. Это уже происходило, я уже привёл примеры этого. Я думаю, что тезис о возможности смертной казни, да, он, с одной стороны, я думаю, что он всё-таки инициирован Кремлем, но здесь может быть как бы две интерпретации. Кирилл мог сам уловить как бы запрос на эту идею в Кремле среди кремлёвских и озвучить её, либо получить прямое указание от кремлёвских её озвучить. То есть оба варианта возможны, и оба вписываются в ту роль, которую для себя усвоила церковь. Быть локомотивом насилия, локомотивом войны, локомотивом уничтожения человеческой жизни. Ещё одну цитату вам приведу и нашим зрителям Кирилла Гундяева. Если есть человек опаснейший для общества, если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Тут, знаете, можно знать Библию или не знать, читать или не читать, разбираться в богословии, понимать, какие принципы богословия и православия несёт людям. Но тут эта цитата про убрать человека, ну это что-то уже совсем на криминальном, из разряда, как Путин в своё время сказал мочить в сортирах. Откуда это вот такая криминальщина? Да, ну, во-первых, речь идёт о криминальном режиме в России, о гангстерском фактически режиме в России, который церковь покрывает. А вот церковь покрывает каких-то локальных гангстеров, мафиозников, бандитов. И сотрудничать с ними бывает, что это дело происходит на государственном уровне. В данном случае мы имеем дело с преступным, человекоубийственным режимом, который церковь покрывает. Но здесь ещё вопрос как бы и глубже, потому что на самом деле именно такая логика была у тех, кто распяли Христа. Их идея, первосвященников, которые инициировали публичную казнь Христа, в то время, когда иудея была под римским господством, была точно такая же. Христос — это асоциальный элемент, он опасный для общества, он опасный для сообщества иудеев. Он представляет угрозу для благополучия этого сообщества в рамках Римской империи. Поэтому будет полезнее, лучше, если его просто убрать, этот асоциальный элемент. Это будет общим благом для всех, чем оставить его в живых. Точно такая же логика была, которую озвучивает патриарх Кирилл у тех, кто решили убить Христа. И вот мы имеем дело с этим парадоксом, что глава церкви, верящий, что главой церкви является Христос, предстоятель церкви Кирилл, верящий, что главой церкви является Христос, озвучивает именно ту же самую логику, по которой действовали те, которые распяли Христа. И получается, что фактически словами и делами церковники, которые поддерживают войну или которые сейчас поддерживают смертную казнь, они, по сути, повторяют слова и дела тех, которые когда-то распяли Христа. Прихожане это понимают о том, что то, что говорит им, проповедует патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, идет кардинально вразрез с главными принципами православия. Насколько общество в России, точно так же, как оно подвержено российской пропаганде, подвержено влиянию РПЦ? Я думаю, что большинство, конечно, россиян дезориентированы. Дезориентированы, в том числе те, кто является членами церкви, дезориентированы своими руководителями, своими епископами, своим патриархом. Можно говорить о том, что значительная часть общества пребывает в таком состоянии аффекта и в состоянии совершенной дезориентации. Поэтому, в общем-то, я думаю, что многие принимают и соглашаются со словами патриарха Кирилла, несмотря на то, что они очевидно противоречат Евангелию, очевидно противоречат учению Христа, Библии. Но есть при этом те люди, которые, в общем-то, понимают ошибочность, ложность таких утверждений. И я думаю, что они, конечно, не соглашаются. Но другой вопрос, могут ли они транслировать это свое несогласие в какие-то действия? Очевидно, что не могут. То есть они соглашаются как бы между собой на кухне, что называется, но это никак не транслируется в какое-то политическое и социальное действие. Соцопросы, насколько они могут быть информативны в Российской Федерации, показывают о том, что за смертную карту в большинстве россияне, 53% Russian Fields проводила социальный опрос, и Левада-центр, 76% россиян за продолжение так называемой СВО, простыми словами, за продолжение войны, убийства мирных украинцев. Откуда это? Влияние церкви и здесь есть, как вы думаете? Насколько оно сильно? Да, я думаю, что здесь мы имеем дело с таким замкнутым циклом, когда, с одной стороны, возникает какой-то импульс, глубинный импульс, что называется, в глубинном народе, импульс, который воспринимают в Кремле и, скажем так, в широком смысле политическом эстеблишменте, частью которого является церковь, частью которого стала Русская Православная Церковь, и они просто увеличивают этот, амплифицируют, так сказать, этот импульс. Путинский режим является популистским по своей природе, и природа любого популистского режима – это вылавливать вот эти импульсы, глубинные импульсы из народа и увеличивать их, систематизировать их и возвращать их в народ, тем самым увеличивая вот эту силу, этого импульса в самом народе. То есть это вот такой процесс, где есть обратная связь между политическим режимом и народом. Я думаю, что где-то в глубине, конечно, очень многие россияне, я думаю, что со запросами при всей их неадекватности, в общем-то, адекватно показывают, демонстрируют то, что в глубинном народе есть запросы на насилие в разных формах. Насилие в форме смертной казни, потому что это насилие, безусловно. Насилие в форме войны. И путинский режим это насилие обнаруживает в этом глубинном народе и увеличивает его, возвращая его в народ в тех формах, о которых народ даже не думал. Я не думаю, что большинство россиян хотело войны с Украиной, но хотело какой-то формы насилия. И Путин дал этому народу насилие в форме войны. И эта форма была принята. Я думаю, что Патриарх Кирилл и Церковь, Русская Православная Церковь, действуют в той же самой парадигме, как, в общем-то, популисты. Они вылавливают вот эти все импульсы в народе и их увеличивают. То же самое, например, касается заявлений Патриарха по поводу иммигрантов, где он пытается ограничить влияние иммигрантов. Это тоже популистский такой шаг, тоже форма насилия, на которую есть запрос в глубинном народе. Поэтому здесь как бы источники два. Нельзя сказать, что это просто Кремль навязывает, или Церковь навязывает народу вот эти все как бы идеи. Нет, эти идеи возникают в глубине, так скажем, народного сознания, или подсознания, и потом обрабатываются эстеблишментом политическим, через политические технологии, частью которых становится Церковь, и возвращается народ в форме уже принятия, например, войны. Обратный процесс вам видится в будущем в РПЦ, когда, допустим, диктатура Путина падёт, когда начнётся процесс очищения в самой стране, в государстве, ну и, очевидно, может начаться процесс очищения в Русской Православной Церкви от вот этих всех антихристианских нарративов. Как это может происходить, как долго это займёт времени? Да, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, но реальность может быть другой, чем мы ожидаем. Это может затянуться. Более того, Церковь может стать той средой, такой инертной средой, где идеи путинизма будут продолжать жить намного дольше, чем в секулярном обществе, в светском обществе в России. Я хотел бы провести одну параллель здесь с ситуацией в послевоенной Германии. Дело в том, что в Германии нацизм тоже был поддержан церпами. И протестантской церковью, и лютеранской, и католической церковью, в меньшей мере, по другим соображениям, но тем не менее. И церкви, в общем-то, большинство церквей участвовало в поддержке нацизма. После коллапса нацизма, после поражения гитлеризма в Германии, церковь сделали такой зонной денацификации, из которой денацификация должна была бы распространяться шире на все немецкое общество. Была задействована определенная технология денацификации, где церковь сыграла свою важную роль. И несмотря на участие церкви во время нацизмского режима в поддержке этого режима, церковь стала средой, из которой, в общем-то, начали распространяться процессы оздоровления для немецкого общества. Я, честно говоря, не уверен, что то же самое может повториться в России, что церковь станет такой средой распространения, оздоровления, депутинизации российского общества, как это произошло в Германии. Может быть, даже наоборот произойти, что церковь станет средой консервации путинизма на фоне того, что российское общество будет от этого путинизма освобождаться и выздоравливать. Несмотря на такой немножко пессимистический, наверное, сценарий, возможно, я всё-таки верю, что нужно что-то делать для того, чтобы депутинизировать русскую православную церковь. Я сам пытаюсь это делать как бы с коллегами. И даже несмотря на то, что, может быть, результат, эффект от этого будет нулевой, но пробовать что-то нужно делать. Безусловно, создаются параллельные нарративы, создаются параллельные какие-то, артикулируются параллельные идеи, которые полемизируют с таким общим дискурсом, формулируемым в том числе патриархом Кириллом, его с поспешниками. В русской православной церкви создаются альтернативные точки зрения на ту интерпретацию христианства, которую предлагает патриарх Кириллом. Например, в частности, по вопросу смертной казни, он говорит, он защищает смертную казнь, есть богословы, есть люди. Вот мы с вами сейчас об этом говорим, которые говорят, что это совершенно не христианская позиция, что так не может быть. Для церкви это неприемлемо, такие вещи говорить. И я надеюсь, что рано или поздно эти нарративы победят, и они проникнут и в среду российского общества, русской православной церкви, и в конце концов будут приняты, что будет на самом деле возвращением, на мой взгляд, к каким-то вещам нормативным для христианства, к тому, что, можно сказать, считать нормальным христианством. Спасибо. На этой позитивной, в принципе, ноте мы будем, наверное, заканчивать наш разговор. Спасибо вам, что нашли время, и спасибо, что рассказали нашим зрителям о том, что такое смертная казнь и как это противоречит всем христианским принципам. Спасибо. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.